здравствуйте коллеги надеюсь меня тоже слышно хотя бы как-то еще раз здравствуйте меня зовут дмитрий кличман я из петербурга вещаю благодаря моим коллегам спасибо большое за то что они нашли возможно меня и мою компанию пригласить уважаемое сообщество постараюсь сегодня в течение часа может быть 45 минут поподробнее вам начать бы я хотел как раз с этой небольшой иллюстрации скажите пожалуйста кто видит на экране сейчас кроме меня еще двух прекрасных дам отлично вот три прыщика это было классно потому что я это раз и две дамы это два три прыщика получается спасибо коллеги и так ровно 35 лет назад журнале работница если кто-то помнит был такой советское время журнал аудитория это дамский журнал вот была опубликована такая шарш карикатура или что-то еще я сам по образованию прикладную математикой еще начали в 80-х годов учился то что сейчас называется программистом вот и соответственно нас интересовали вот такие разные штуки на эту тему поэтому я попросил вот мой приятель художник зафиксировал изображение журнала работница на памяти у меня до сих пор этот рисунок хранится ведь видите какая штука то получается что ровно 35 лет назад но работница предвидел ситуацию которая в какой-то степени возникла и сейчас что оказывается нужно заменить заменить ну в данном случае там низкая до тема но в нашем случае мы пришли все к выводу о том что в текущем времени . вообще контактное невозможно силу известных стоять и добавить громкость поближе к микрофону я подвинусь так вот и мы что должны сами делать и вот разные подходы существуют говорит что одни от не нужно переносить . в дистан нужно придумывать новые методики и я с этим в принципе наверно тоже соглашусь но обстоятельства выше таких предложений потому что решение нужны прямо сейчас вот те решения которые работают наверняка вы тоже раз интересуетесь этой темой пробовали какие-то инструменты наверняка вам ключевые слова там типа зум или skype известные и вы наверняка тоже пробовали с ними работать вот мой мое раз я спикер какой-то моё к вам обращение в принципе предполагает что вы знакомы с этими инструментами хотя бы в какой-то степени потому что я буду апеллировать тому что там сделать нельзя это что предлагается сделать почему то не совсем . или . так скажем ну . в не не вас далеко не во всех случаях вот такая идея это в качестве такого эпиграфа это было я постараюсь сейчас показать презентацию но как вот уже было сказано татьяной не очень все хорошо работает мирополисе соответственно возможно да мы не сможем этого сделать тогда мне придется показывать презентацию как расшаривать ее с экрана так демонстрация рабочего стола а ну вот до презентации загрузилась слава богу коллеги подскажите видно сейчас презентацию там такой мальчик в очках как я в молодости спасибо и так чем я бы хотел рассказать тоже такой небольшой эпиграф номер два мой вот коллега и хорошие товарищи дмитрий иванович не знаком несколько дней назад фейсбуке такой крик души боль такую как бы озвучил его семеро детей и четверо из них учатся в школе и ну мало того что нужно каждому компьютер потому что параллельно занятие проходит ну так еще и интернет вдох давай как пишет он и его проблемы его боль заключается том а почему нельзя это дать все за дать материал заранее минимизировать контактное время почему вот отчасти да я буду рассказывать и про эту составляющую потому что с одной стороны у нас с вами есть замечательные всякие вебинарные комнаты вот типа мирополиса работающие даже под нагрузкой а с другой стороны у нас есть лома системы и системы управления обучением наверняка вы тоже с какими-то из них сталкивались своей деятельности но ни то ни другое по отдельности не решает той задачи и той проблема которая здесь озвучил дмитрий они решают отчасти их совокупности но это получается такой большой монстр так и это большое организационное решение уровня если там про вуз говорим уровню вуза а ведь вы все наверняка подскажите вот у меня четверо детей у вас подскажите то поставьте количество плюсиков сообразное количество ваших детей один плюсик 0 2 ну я думаю что до 7 как у дмитрия не дойдет ни у кого ну да меня тоже вам еще расти и расти но да но наверняка 45 а ученики школы ну тоже наверняка вы тоже да вот и я в своих в школе своих детей сталкивается с вопросом вернее с ответом на вот этот вызов сегодняшнего времени а счета большинстве случаев брошено на самотер то есть преподаватель сами разбираетесь как хотите по большому счету кто-то там два раза раз в две недели там приносит домашние задания да кто-то пытается использовать зум но все это виснет и у кого-то зуме там приходят какие-то левые товарищи начинают хулиганить по большому счету да в общем такого системного решения по большому счету как бы не очень наблюдается по крайней мере я вот из своей до жизни могу сказать нашей петербургской северной жизни и вот мой тезис заключается в том что все-таки учебный процесс с одной стороны обучение с одной стороны учебный процесс задача преподавателя организовать учебный процесс а с другой стороны существует множество контента который не всегда требует контактной формы такой как мы сейчас с вами этой говорящей головы но все равно она нужна в какие-то моменты времени вот где-то на грани на стыке вот этих проблем собственно то о чем я хочу вам и рассказать значит рассказать я хочу о нашем сервисе он не самый главный в деятельности нашей компании но вот в силу обстоятельств сегодняшнего времени он на первом месте находится по важности вообще так вот как бы по большому счету мы занимаемся системой электронного обучения много где внедряем презентации вы можете посмотреть вот там небольшой списочек организации начиная там от газпрома или там заканчивая йогуртами данон кто ну там и учебные заведения уральский федеральный университет там к примеру да и много других учебные заведения там колледжи я вот на вопрос да чуть попозже хорошо чтобы речь отвечу то есть ну какой-то опыт у нас в этом плане есть вот среди вот этого набора программ обеспечения которое мы разрабатываем и внедряем в организации различного образовательного уровня у нас есть такой модуль который и как отдельный сервис существует который называется е-класс строго говоря изначально он задумывался именно как виртуальный класс ну вот аналогично там мирополису но со временем мы поняли что это не совсем то что нас устраивает и устраивает наших пользователей и поэтому а вот выделили четыре основных ключевых задачи которые должны решать виртуальный класс такого типа это в первую очередь организовать учебную деятельность организация учебная деятельность начинается не в момент проведения лекции занятия практического занятия и урока она начинается загодя мы готовимся мы готовим материалы мы ну в общем не мне вам рассказывать что учебная деятельность это не только контактная форма в тот момент времени когда мы проводим второе конечно же это взаимодействие с аудиторией почему взаимодействие с аудиторией потому что энергия преподавателя это ну там если не пятьдесят то очень много процентов в успехе учебного дела его харизма его умение подать материал это все индивидуально иначе бы ну просто все бы учились по учебникам и все там неважно по бумажным или электронным третье это это обеспечить не только онлайн но и оффлайн подготовку и приведение учебных занятий это означает что никто не должен отменять проверочные или например там контрольные работы ручку бумагу и карандаш потому что ну все должно быть в разумном объеме если мы с вами ну я вот когда начинал учиться во время у нас еще поршневые да ручки были не шариковые даже а поршневые чернилами которые писали вот обычными ну там не гусиным конечно пером но кляксы и прочее то что сейчас уже практически невозможно сделать но моторика да в рамках занятия умения правильно чертить мне красиво писать но не менее важное имеет значение чем уметь складывать и умножать и последнее это важно что те требования которые мы предъявляем системе которая должна отвечать задачам организации и проведения учебного процесса это все-таки фиксация учебного результата учебных достижений хотим мы этого не хотим но это не просто общение а это общение с какой-то целью учебной и фиксация достижения этой учебной цели вот четыре основных требования про которые которые мы заложили вот тот продукт про который который я слайдов немного покажу там еще парочку и все и перейду к демонстрации вот тот продукт который мы про который буду рассказывать ну и последнее важное замечание это то что есть еще нормативная законодательная база вот сейчас все побежали там или куда-то еще да а ведь никто же не спрашивает задается вопросом а вот как персональные данные а вот есть федеральный закон персональных данных и нарушаются они там или не нарушаются но когда-то придет время кто-то спросит а с другой стороны а вот как считается контроль за проведением занятий вот учебная администрация дала на откуп преподавателям и учителям ну фактически на тормозах спустила все это дело а как считается контроль проведение все преподаватели дома сидят тут раньше можно было прийти в класс посмотрите вот вот там 25 или 35 учеников сидит в классе вот преподавателем читает лекцию или проводит занятия все понятно а сейчас то как а тоже такой вопрос а например если кто-то из вас пробовал там какие-то системы даже мерополис украине очень прямо скажем да там очень долго загружал а уж там про про остальные системы типа зума тоже могу сказать что все здесь нет зачастую особенно там начале учебного дня и вот как локализовать как не зависеть от американского провайдера или сети и передачи данных все-таки сделать надежную систему обучения хотя бы региональную ну к примеру у нас есть такой заказчик институт развития Свердловской области ИРО это повышение квалификации преподавателей школьных там 40 тысяч с лишним пользователей в системе электронного обучения это мощности локальные они не где-то там хостинг-провайдеры за какой-то границей находятся они находятся непосредственно в решительных мощностях самого институт развития образования это означает что в какой-то степени гарантии того что система будет работоспособна несет сам институт развития образования если какие-то возникают казусы понятно кто отвечает за это если никто не отвечает как вы знаете если отвечает больше чем один человек значит уже соответственно и последние возможности все-таки существует айти инфраструктура и учебная инфраструктура на стране дневник руда и какие-то другие региональные информационные системы наверное правильно было бы так чтобы учебные результаты и какой-то или какое-то планирование или то и другое в принципе они были интегрированы сервисами которые имеют значение для того или иного региона в общем вот тоже вопросы постановки которые на которые я бы вот дал ответы сегодня в рамках демонстрации ну вот я теперь перейду к самой захвачу свой собственный второй экран не очень большой значок но надеюсь что получится так наверное да подскажите пожалуйста видно ли там такое черное окошечко написано елене 4g отлично спасибо большое а так вот сначала переключимся да спасибо итак коллеги значит начнем сначала реализуемся есть такой сервис который называется е-класс .е-класс есть еще его версия для школы такая вот е-класс это более универсальная штука а еще для школы там просто классы ну терминология другая так функционально они практически идентичны в презентации есть адреса вот которые мы сейчас показываем там в конце и благодаря Татьяне спасибо большое это давал ссылочку на презентацию вы можете тоже скачать этот сервис он позволяет вам бесплатно организовать учебные мероприятия в численности до 30 человек для этого вам нужно вот когда вы зайдете на сервис нажать на кнопочку попробовать она такая беленькая в правом верхнем углу и там где-то еще они там раскиданы по сайту самого вот и получить письмо там зарегистрироваться получить письмо на электронную почту там будет логин вашей пароль и ссылочка для пробного мероприятия это можно будет сделать после нашего с вами вебинара ну я уже зарегистрировал поэтому у меня есть мой мои личные данные это вот адреса электронной почты в качестве логина и пароль который я вам не скажу соответственно я пользуюсь и попадаю в эту систему это вот мой личный кабинет в ней с помощью моего личного кабинета я организую учебную деятельность но здесь вот уже какие-то вебинары которые проводил раньше секундочку те которые запланированные будут проходить или те которые я уже проводил вот они тут в большом количестве да какие-то присутствуют а да мне требуется и для для его проведения в принципе особо ничего нажать кнопочку плюс ввести название мероприятия но я сейчас не буду этого делать ввести там какую-то обложку как она будет выглядеть указать дату маленькое описание и и добавить сюда учебные материалы покажу чуть похоже как это делается добавить сюда участников либо пригласить этих участников либо выслать им приглашение они зарегистрируются либо напрямую через электронную почту их здесь зарегистрировать в общем то и все и провести это учебное мероприятие давайте посмотрим как как это выглядит уже части проведения в каком смысле похоже на тот режим в котором мы с вами находимся ну вот сейчас у меня просто с второго компьютера включена камера другого да я сюда тоже подключен тоже как дмитрий поэтому вы можете меня видеть еще и профит компьютер стоит немножечко сбоку какие возможности есть в этом учебном классе с помощью которых организуются учебные дети ну первое конечно же учебные материалы которые мы сюда могли загрузить заранее ну пойдем понятно что презентации это же и там какая-то другая презентация загружена тут ничего такого особенного нет но я хочу сразу обратить ваше внимание вот эта штука которая сейчас показываю а это никакой не флеш мерополис сделан с помощью такой технологии как флеш и поэтому это требует установки плагина специального в браузере ну вы знаете что компания микрософт прекращает там 20 какого-то года поддержку флеша вот здесь никакого флеша нет это это вот просто в браузере работает ну единственное что это не будет работать в интернет-экспорере в старых браузерах а вот в современных браузерах типа фарфлокса вот или хрома или оперы это все будет нормально работать без установки всяких дополнительных дополнительного программного обеспечения и поэтому все что здесь отображается это то что в принципе браузером поддерживается поэтому когда я сейчас вам показываю презентацию это означает что она была сюда загружена либо в формате pdf что можно сделать в powerpoint напрямую и просто отображать здесь файл либо загружена по ppt формате и воспроизводится здесь по ppt формате конвертируется в pdf и воспроизводится здесь ну это как бы так мелочь понятно а вот дальше начинаются всякие интересные штуки которые связаны с тем что это не флэш первое ну посмотрите значит мы с вами не знаю насколько это у вас видно на экране но это иллюстрация к теме поляризация света да там призма и белый свет расщепляется на некую палитру световую но это анимация при том эта анимация связана не с захватом экрана то есть мы не не используем какой-то большой трафик для того чтобы нагружать компьютерные сети захватом экрана это просто анимированный гиф который загрузился и у всех если бы кто-то был подключен к нашему вебинару и они бы все это и увидели ну или например вот тут какая там кинетика закон сохранения импульса тоже такая штука анимационная это первое свойство еще мелкое но спасибо спасибо за поправку первое но важное мне кажется свойство это означает что все что накоплено в интернете вы можете использовать но не только если мы уже про анимацию заговорили но не только анимирование гифы как как в данном случае давайте посмотрим ведь куча материала учебного накоплены в интернете например на ютюбе вот как допустим такого типа материалов опять же может быть захвата экрана будет и не очень там плавно дергаться но тем не менее попробуем но я специально подобрал медицинскую тематику актуально в настоящее время значит что важно важно что первое этот ролик загружается синхронно для всех и управляется мной как преподавателем тоже синхронно если я перемотал на какую-то двадцать пятую секунду у всех слушателей перемоталось на двадцать пятую секунду если я запустил проигрывание дальше у всех запустилось проигрывание дальше остановил у всех остановилось этот ролик загружается для каждого с ютюба это не скрин с моего экрана да это он загружается прямо оттуда это означает что вы вольны использовать весь тот контент в огромном количестве который там присутствует и накоплен для того чтобы использовать в рамках своих занятий целиком ли или какие-то фрагменты этого контента ну там кусочки там с пятой по двадцать пятую минуту например то что вам требуется для проведения занятий в качестве иллюстративного материала это так же как точно так же как в обычной аудитории в обычном классе когда вы сидите и вы используете проектор для того чтобы показать или проиллюстрировать что-либо фрагменты каких-то фильмов иллюстрирующих там содержательно предмет это вот такая важная важная штука но еще тут любопытная есть такой инструмент маркер и с помощью этого маркера я могу что-либо выделять на видео то есть видео такое становится по крайней мере отчасти интерактивным и мы дальше с вами будем смотреть ролик и сейчас там куда-нибудь промотаем и наши пометки будут сохраняться тоже такая любопытная вещь первое важное второе вернее важное свойство что вы не ограничены в использовании мультимедийного контента это очень важно при этом при этом сделаю маленькое замечание вы его не скачиваете и ваши пользователи его не скачивают это означает что вы не нарушаете авторских прав на этот контент вы используете его ровно так как это задумано и как это рекомендируется самим ютубом в данном случае вот такое важное свойство ну пойдемте пойдемте дальше да спасибо за поддержку в мире кроме ютуба существует большое количество разных сервисов которые полезны для обеспечения обеспечения учебного процесса и отчасти вы тоже наверняка с ними сталкивались или их использовали наиболее интересные из них это конечно популярные да это всякие гугловые инструменты ну например google формы с помощью которых можно проводить опросы можно проводить даже тестирование кто имеет кто умеет вот в данном случае я тоже просто в рамках проведения занятия обращаюсь к гугловой форме которая была подготовлена и в этот момент времени она появляется у всех тех кто подключен к нашему занятию и каждый из слушателей заполняет эту форму отвечая на вопросы нажимая кнопочку отправить но у каждого будут свои ответы а я как организатор этой формы увижу агрегированные результаты формы соответственно любой сложности вот все что сервис гугла позволяет вы можете полностью использовать в контактной форме занятия то есть если раньше допустим вы ну просто могли раскладывать ссылку на эту гугл форму по электронной почте и в принципе и вы не могли контролировать когда они зайдут в эту форму значит ну не очень управляемая ситуация здесь она абсолютно управляемая вы начали проверочную работу студенты детишки отвечают на вопросы проверочной работы и вы в онлайне видите какие полученные результаты или опрос какой-нибудь проводите входной тоже такой интересный следующее следующее свойство это гугл документы это excel таблички там word это инструмент гугла для совместной работы в данном случае с документами и мы здесь с вами тоже можем работать вместе с документами и каждый будет работать ну к сожалению нет второго сейчас у меня напарника нет все таки все в карантине находятся но мы с вами в данном случае работаем с гугл документом если бы кто-то с ним работал мы бы видели все что происходит здесь в этой реплике этого документа здесь на экране для организации совместной деятельности у меня коллега в Нинске значит они организуют проектную деятельность совместную с помощью вот такого режима работы когда и есть говорящая голова есть гугл документ в принципе это все можно сделать ну там взяли skype запустили взяли гугл запустили но все это по отдельности получается это раз и второе тут я как бы вернусь немножечко назад что очень важно вот все весь этот контент учебный материал доступен слушателю и до проведения занятия ну если вы разрешили конечно это означает что он может подготовиться к занятию то есть это не не только вот когда мы с вами вошли и вот с этим работам и мы с вами в том числе как ученики но мы можем все это делать и до будет зависит уже от организации непосредственно получим на процесс вот такая штука пойдемте дальше еще один сервис который подключен который я хочу показать наверняка вы думаете всегда какая же аудитория или какой же класс без доски ну там последнее время электронные доски но это слабо понимаем как-то уже совсем не класс поэтому естественно здесь есть электронная доска и она тоже очень любопытная тоже с некими свойствами которые наверняка вы не видели нигде и вам будет любопытно ну понятно на ней можно писать ну мышки может быть не очень неудобно да как я сейчас делаю но тем не менее вот на другом компьютерами там сенсорные экраны там пальцем гораздо более удобно это делать ну или с помощью пера не важно значит понятно всякие там цвета есть но и там вот но не только писать во первых сама доска она бесконечная в отличие от физического помещения да мы можем здесь хоть в точку в отдельную уйти и писать на разных краях этой дам доски здесь там что-то рисовать или здесь и так далее вот он у нас она вот такая второе есть сюда можно загружать также как вы приклеиваете к доске иногда какие-то стикеры или иллюстрации точно так же и здесь можно добавлять сюда стикеры в этих стикерах что-то писать и для тех кто точные налоги хочу сказать что и формула можно и специальный язык там допустим вы можете там суммы интеграл и всякие все это вот сюда сюда добавлять организовать работу в небольших группах когда вы делаете разные стикеры для разных подгрупп пользователей каждый из них там в этом стике что-то или в своей части доски что-то делает то есть доска это доступно не только вам как преподаватель ну но и доступно тоже как в классе вы можете вызвать преподавателя ученика к доске вот точно так же такая же схема и здесь можете забрать сюда конечно же там просто писать тексты какие-то привет всем напишу это понятно понятно что там можно удалять все это загружать какие-то фотографии загрузим чуть фотографии вот да и с ней тоже работать изменять ее это вот один из наших коллег программистов даже мы можем ее поворачивать ну и соответственно все это тоже уменьшается увеличивать но еще есть одно интересное свойство на котором я бы оставил ваше внимание и это свойство которое в реальном классе невозможно но мне думается очень важно всем известная крылатая фраза изучение повторения мать учения и согласитесь когда на вот этом общем пространстве доски делается какой-нибудь математический вывод например или что-то объясняется это схемы то конечном счете вы получаете статическую картинку но любопытно сам факт вывода то есть последовательность действий ее приходится часто с трудом восстанавливать слушателям когда они пытаются осмыслить после занятия а что же что же как же преподаватель получил этот результат какому выводу он пришел как какова была последствия и поэтому здесь есть тоже такой инструмент который называется проигрывать мы можем с вами повторить как это все было мы как как слушатели и можем это сделать ну систему просто повторяя до последних действий которая была при проведении занятия мне как ученику это поможет восстановить некую логику процесса не тут думаете что это тоже достаточно важно и последнее замечание по поводу доски электронных хочу сказать что она сохраняется после проведения занятия и после проведения занятия слушатель может не тоже обратиться в своем личном кабинете это тоже важно потому что как вот так же как в аудитории там клипчата например да где там что-то рисует они же не выбрасываются это самоценность которая нам с вами нужно для того чтобы в нашей памяти это было лучше зафиксировано вот так точно так же ведь это доска не выбрасывается она остается и каждый слушатель имеет к ней доступ после проведения занятия вот такая у нас электронная доска давайте пойдем дальше в любом да в любом занятии будь то лекция будь то практическое занятие все равно есть инструменты в очном я имею ввиду тогда когда преподаватель и лектор занимается там привлечением внимания до фокусировкой или оценивает готовность аудитории к предприятию какого-либо материала это могут быть контрольные вопросы в аудиторию может быть анекдот который он рассказывает для того чтобы внимание слушателей был на него в общем какие-то приемы но наиболее ранее понятным и известным являются проверочные работы тогда когда в онлайне извините когда в аудитории занятие начинается того что я вот там доцент много лет продолжил в одном из питерских вузов в частности электротехническом университете и тоже с утра до вечера читал лекции и вел занятия и часто когда уже устаешь приходишь в аудиторию и говоришь все студенты достали листочки в правом верхнем углу написали имя фамилию и номер группы и дальше задачку которая дает там на 5 или 10 минут для того чтобы они могли сфокусироваться на той проблеме которая подводит нас к целям текущего занятия вот в обучение часто такой прием не работает или не очень понятно как его организовать потому что это требует с одной стороны деятельности студентов или учеников а с другой стороны мы не контролируем это деятельность мы не понимаем как получить результаты и вот здесь есть тоже хороший инструмент для этого а а немножечко его смоделирую потому что мы здесь с вами одни до студентов но наверное смысл будет понятен и так я выдаю задание я выдаю задание задача вот она студенты значит перед вами задачка у вас пять минут на ее решение что требуется от слушателей взять листочек бумаги в буквальном смысле вот такой листочек бумаги правом верхнем углу написать имя фамилию номер группы а дальше решение задачи этот листочек положить у себя где-то дома дистанционно мы же говорим про дистанционный режим у себя на столе взять сотовый телефон в помощи небольшого приложения здесь который установлено от этого я класса сфотографировать это решение задачи и она автоматически уйдет прямо сюда вот в этот виртуальный класс автоматом то есть ему не нужно как можно конечно и загружать тому не появляет такая кнопочка загрузить материалы но это просто дольше да это вам нужно графировать скопировать файлы что в режиме 45 минут или даже там двухчасовой лекции неудобно и нельзя сделать а вот помощью телефона это делается ну так же примерно только вам просто не нужно отрывать прошу починив попу от стула и не стерд листочек на стол преподаватель вот примерно столько же времени занимает проверочная работа в онлайне и мы здесь с вами увидим результат ну там примерно вот примерно в каком-то вот таком виде когда студент или ученик написал его от руки и оно пришло мне сюда это означает что я могу первое на него посмотреть не показывая всем остальным или показывает уже зависит от меня выделить какие-то ошибки если есть здесь там или здесь и поставить ту или иную оценку тем самым мы переносим традиционную понятную нам и на главное нашим слушателям активность которая имеет совершенно четкую задачу и мы к ней привыкли вот сюда в такой дистанционный формат вот такое тоже свойство нашего с вами е-класса ну давайте пойдем дальше что тут мы еще не посмотрели с вами google документы поговорили про видео поговорили еще на чем бы я хотел бы остановить ваше внимание у нас там время уже подходит к концу конечно здесь есть тоже захват экрана демонстрация экрана но это вообще очевидные вещи я про это рассказывать не буду из-за тех вещей которые которые на которые был бы любопытно обратить внимание ну во первых есть там всякие расположение видеокамер ну там как там по центру или слева или справа всякие раскладки не самое интересное да но возможное как-то совсем в тупик сейчас верну его кроме обратно есть трансляция занятия фейсбук я могу проводить открытые занятия при том активная аудитория будет у меня с дисками взаимодействую а вот там видеопоток будет направиться еще и фейсбукой и там вы можете тоже собирать какую-то дополнительную аудиторию но все мелочи мне кажется более важного здесь есть вот какое свойство жених сейчас мы с вами презентации вы это увидите когда ее посмотрите там более живые женские примеры а когда пользователи входят в этот класс они появляются вот здесь вот внизу в виде таких аватар чек до которые сейчас я вот только один поэтому здесь моя одна так бы и их было тут много ну вот тут допустим действительно что я в оба не один вообще тут много зарегистрировано людей а и второй момент для нас с вами вот когда мы проводим аудиторное занятие мы же с вами какую-то невербальную обратную связь получаем мы видим они там слушают внимательно или в окно смотрят шушу каются или что-то еще для нас это принципиально важно потому что если мы рассказываем не то или аудитории не интересное взятие этого материала взятие в кавычках тоже будет представляться наверно слабо возможным и для нас привлечение аудитории внимание этой аудитории да нужно постоянно каким-то образом зарабатывать первое для того чтобы его привлекать нужно понимать а вообще внимает или не снимает его аудиторию что и мы это делаем каким-то краем глазом мы просто вот в целом понимаем слушает нас аудитория или нет смотрит не в ту сторону там чем-то дистанте такого нет мы с вами не видят но если мы там обратимся к зуму например да отчасти там эта проблема решена вы можете всех вывести на экран на большую если он у вас есть и вы видите всю аудиторию перед собой но проблема в чем когда у вас там 30 человек вы все равно не сможете также как в аудитории контролировать их поведение ну либо нужно постоянно смотрите в этот экран и посадить какого-то еще ассистента который будет заниматься говорить там ваня смотришь не туда смотришь в общем это малорешаемая задача хотя вот создает просто комфортные условия для вас как для преподавателя когда вы видите что они перед вами этого недостаточно здесь мы пошли несколько иным путем камер здесь тоже может быть где много вот мы себя например работе там проводим совещание там порядка 15 человек одновременно в эфире присутствует в онлайне видеокамерами домов но нам с вами важно не не конкретная физиономия а вообще-то понимать вывлечить вывлечена аудитория или нет какая-то такая более интегрированная оценка что он может перед камерой сидеть на самом деле там какой-нибудь квейк играть или что-то еще там пассиан сыграть и вот здесь как раз приходит на выручку как раз эти аватарки которые по идее находится внизу утяжением них сейчас вам не показать потому что я тут один обратите внимание сейчас в чате что-то напишу и это сообщение появляется над моей аватаркой в такой видит такого баллончик маленького это ну с одной стороны показывает что кто конкретно это написал там могут быть фотографии кстати говоря это готовил там мой серый профиль но более того там не знаю видно вас на мониторах и нет вокруг моего моего то что появилось такое голубенькое свечение такая аура что она говорит о степени вовлечении меня как участника в процесс а это аура со временем потухнет если я ничего не делаю системе через некоторое время например две минуты затухания она исчезнет совсем и вот этот список аватарочек внизу он будет постоянно упорядочиваться автоматически системой по степени внимания ну либо в ту либо в другую сторону это будет означать что я управляю аудитория понимаю они вообще-то увлечены или нет мы считают там не только буквы в чате но и находит ли окно вебинара в данном случае поверх других окон или или какое-то приложение запущено и человек на самом деле в нем работает вот такие такие маленькие приемчики которые позволяют динамически мне показывать общее показывать общую картину вовлеченности аудитории и предпринимать случае если этого вовлеченности нет какие-либо действия педагогические ораторские для того чтобы эту аудиторию вовлечь это потом все в очуте сохраняется вот такая штука и и последнее что я хотел провод про аудиторию комнату рассказать про голосование ну вот здесь в мерополисе вы знаете принимал участие того чтобы провести голосование нужно сначала подготовить голосование какому-то опросу вопрос варианта и это сам один или много потом нажать кнопочку начинаем голосование но если вам пришла какая-то идея и и вы хотите привести блиц опрос там я утверждаю что земля круглая кто со мной согласен то вот есть только один инструмент который называется плюсики я тоже вот а если кто не согласен в минусе да но сколько плюсиков да спасибо за три плюсика и минусиков я уже в чате почитать не могу то есть я не могу сравнить за и против я в принципе понимаю что кто-то есть за кто-то против но сопоставить эти два два момента нельзя а вот здесь можно в классе и не для этого есть такая штука вот посмотрите допустим я там где-то проголосую в правом верхнем углу и там за всех минус какие-то сама система автоматически считает за промежуток времени и количество запротив ну и других вот которые здесь есть да и там ну как это галерейка библиотечка есть тем самым опрос можно производить вот прямо так я могу сказать аудитория давайте посчитать кто за и кто против кто за вот так вот вот так как кто против вот так и сам система мне автоматически это посчитает кто знает против и мы сразу с вами здесь увидим конечные показатели вот такая история а вот это то что я хотел рассказать собственно говоря вот пространстве где мы проводим занятия ну и последнее вернемся наш личный с вами кабинет да спасибо за мне тоже и вернемся на что вот мы с вами привели занятие да так мы твоим выяснили что на самом деле говорящая голова хорошая штука но необязательное для проведения занятий в в этой аудитории вы можете подготовить весь материал так же как вы делаете в ламы системе обычной ну загрузить его сюда упорядочить будь то презентации видео материал или что-либо еще даже задание можете дать какие-то контрольные если есть необходимость и слушатели ваши их выполнят но есть еще и пост работа для нас вами в первую очередь важно самое важное составляющая дай домашние задания не могут дать как вы поняли да и вы можете их здесь даже проверить вот вы их посмотрели должны зафиксировать учебный результат этот учебный результат здесь тоже фиксируется вот здесь просто никого еще нет да вот там в этом в этой аудитории поэтому нет результата но здесь выставляются оценки выставляются оценки за проведенное мероприятие я в этой ведомости могу поставить пятерки четверки и тройки написать комментарии почему я поставил этот результат зафиксировать результаты и отправить эти материалы по электронной почте либо че либо оправить по электронной почте тем самым там будет протокол выполнение сколько времени человек провел мероприятие сколько какие оценку он получил какие задания он сдал это все будут ссылочки на учебный материал который загрузил в ходе занятия а и отправить этот отчет по электронной форме по электронной почте это бы такой привод к письме там со ссылочками так тоже как в чате у вас сейчас есть ссылочка и его же отправить например учебную часть если вы организуете это учебное занятие под гиды учебной администрации мало того чтобы его зафиксировали вы еще и маршрутизировали туда провели урок нажать кнопочку отправить этот учебный результат уже в учебной части в реальном времени она знает что урок проведен что вася был на уроке 25 минут потом сбежал а петя был все 45 минут и петель вот сделал здесь такой-то материал получил там какие-то проверочную работу написал ему поставлена такая-то оценка вот все молодцы так же как если бы вы пользовались обычным бумажным журналом только все в рамках одного единого процесса получается вот такая история коллеги на этом я вот свою демонстрационную часть завершаю и вернусь сейчас обратно к нашей с вами презентацию собственно говоря вот то что я рассказывал вы можете здесь презентации посмотреть как все делать эти документы и прочее скачать как там приглашать кого-то маркер это про то что я рассказывал там электронная доска материалы строго говоря в общем то вот итак вот этот адрес и класс . лир . ру где вы можете достать на зарегистрироваться и попробовать привести какие-то учебные мероприятия ну и как я скажу что вначале я показывал вам какие-то наши проекты несколько из них например помимо вот этого программа продукта систем электронного обучения это наш основной нас основной деятель электронного обучения вот это уральский федеральный университет системы электронного обучения МГСУ ГАЗПРОМ летчики проекта московской области и единая система электронного обучения для всех учреждений русско-православной церкви Росгидромет ну и много других проектов о которых я сейчас рассказывать не буду на этом в общем то все вернусь вот к нашему главному слайду последнему и стараюсь ответить на ваши вопросы если они были а ну вот тут да и вопрос давайте проплатный ресурс до 30 человек на время нашего с вами заточения домашних условиях он бесплатно до 30 человек больше там другие как бы старинку а осваивать нужно время ну конечно конечно если бы конечно все инструменты требуют свои не то есть так после заточения ну какая то мы не знаем что будет да в нашей жизни ничего загадывать давайте дождемся выздоровления всех и там будем решать пока не могу ответить на этот вопрос так значит вот на складочке вопросы что делать если не звук а до этого был уже поздно к тюрьме отвечать на этот вопрос что-то настраивать надо так так узнали о регистрации обучаемых смотрите значит тут более комплексный вопрос по защищенности ну вы знаете что с некоторыми системами не буду их произносить чтобы не рекламировать ну вы так это знаете есть проблема большие безопасности значит что у нас на этот счет у нас протоколочки теперь это security протокол защищенный потому что у нас хранятся или могут храниться персональные данные соответственно мы оператор персональных данных и должны соответствовать требованиям хранения этих персональных данных это раз второе и как регистрироваться разные способы первое они могут регистрироваться сами это раз второе вы можете в системе загрузить список е-мейлов ну и если у вас там класс 30 человек грубо говоря у вас табличка там 30 е-мейлов там Вася такой-то и так далее просто эти 30 е-мейлов что загрузить нажать кнопочку отправить время пригласить и они автоматом будут сразу зарегистрированы им придет письмо по электронной почте о том что они зарегистрированы и ссылка для входа такая длинная такая руками трудно стоять она индивидуальная и если кто-то зашел по этой ссылке то каждый раз вы будете знать кто именно конкретно принимает в этом участие и третье вы можете сами зарегистрировать то есть справочник в личном кабинете людей я уже прикатил трансляцию ну там как бы были участники где вы их всех коллекционируете можете группировать там по классам или по играм групп это уже на ваше усмотрение и назначать на занятия вот исходя из каких-то классификаций там персональный кого-то три таких способа так регистрация ответа еще вопрос вопрос относительно того что не подключились с самого начала адрес презентации дам сейчас давайте я в чате напишу какой адрес презентации где вы можете скачать значит вот 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 адрес можете щелкнуть ставить скачать презентацию под этим смотрите ну там примерно то же самое что я рассказал только без говорящей главы так коллеги это больше больше вопросов не поступало что ж на этом тогда да коллеги спасибо вам большое за внимание особо нашему организатору большое спасибо за то что нашли возможность пригласить и рассказать об этом сервисе я надеюсь надеюсь что кому-то это окажется полезным но также хочу сказать что времена тяжелые они тяжелые для интернет-трафика поэтому это все-таки не телевидение да и всякие могут быть ситуации даже как сегодня еле еле работал в Мерополис все эти системы конечно перегружены ну то есть пытаться нужно но к этому нужно тоже спасибо вас с пониманием относиться если какие-то возникают вещи на на экране вы видите адрес сервиса наш основной адрес сайта электронную почту вы можете писать на нее и если поставить теме письма для Дмитрия для меня это письмо доберется и я с удовольствием стараюсь на него ответить коллеги спасибо за внимание Татьяна я жду вас в очереди большое спасибо большое